Привет всем на канале NotiCrew! Сегодня мы посмотрим на MSI GT72S в конфигурации 6QE. Собственно, на GT72 обзоры мы уже делали, а это немного обновленная ее версия на процессоре Skylake с дополнительными функциями. Итак, вот так вот у нас все это дело выглядит. Повторюсь, что на эту машинку уже был обзор, то есть я ее раскручивал, показывал, что внутри, показывал углы обзора дисплея, про клавиатуру, все рассказывал. То есть, кому интересно узнать подробнее, тот пусть посмотрит этот вот обзор. А здесь в основном мы расскажем про обновления, которые произошли, вот почему он называется GT72S. Ну а теперь о ключевых новшествах. Во-первых, здесь есть поддержка NVIDIA G-Sync, о котором я рассказывал в предыдущем видео. А во-вторых, здесь 16-нанометровый процессор Intel Skylake Core i7, который работает по поддержке 980-й карты. Здесь DDR4 уже используется у нас. Здесь есть USB 3.1 Type-C, это суперпорт, который поддерживает Thunderbolt, дисплейпорт, то есть USB 3.1 порт дополнительный появился. Ну и что прикольно, то что в переключении планов энергопотребления можно включить так называемый спортивный режим, который зафиксирует частоту процессора до 3,7 ГГц, то есть будет оверклокинг. Корпус остался точно таким же, как у GT72. Металлическая крышка, красивые логотипы, подсветка, клавиатура от SteelSeries. Дисплей 17,3 дюйма, IPS, матовый Full HD дисплей. Отличная акустическая система от Dyn Audio, присутствует встроенный сабвуфер, вот он находится здесь. Два года гарантии, о чем свидетельствует вот эта вот наклеечка. 3,8 кг вес, 48 мм толщина, то есть перед нами все тот же самый старый добрый GT72, на который я уже делал обзор. А приставка S, потому что здесь Skylake, потому что здесь суперпорт и здесь есть G-SIT. Итак, теперь о производительности. 980M здесь видеокарта, это пока еще не десктопная видеокарта, десктопная они будут устанавливать попозже. Все тесты делались с отключенным G-Sync, почему я рассказал в предыдущем видео. Процессор у нас Intel Core i7-6820HK, базовая частота 2.6, Turbo Boost 3.6 и в спорт режиме 3.7 ГГц у него будет частота. И видеокарта GTX 980M с 4 гигабайтами GDR5 памяти. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4, доступно 4 слота, максимальный объем 64 ГБ. Вот с выключенным G-Sync я еще раз напомню, почему я его выключаю. Выключенный G-Sync Metro Last Light и после этого будет скрышот с включенным G-Sync. То есть на производительность никакого влияния это не оказывает, это оказывает влияние только на синтетические бенчмарки, поэтому именно их я делаю с отключенным G-Sync. Ну а теперь, как всегда, перейдем к реальным играм. Ну, понятное дело, что с такой конфигурацией все игры будут на ультравысоких настройках отлично себя чувствовать. Я пока поразглагольствую за Skylake. Чисто теоретически он должен потреблять меньше электричества, он должен меньше греться и быть значительно более производительным. Я бы не сказал, что он сильно меньше греется или сильно дольше ноутбук живет от батарейки. И серьезно, я этого не сильно заметил. А что касается производительности, да, производительность здесь, в общем-то, повыше, чем у предыдущих моделей. Но я бы не сказал, что на данный момент это критично, потому что для одной GTX 980M, в общем-то, хватает процессоров поколения Haswell или Broadwell. То есть, несмотря на то, что 980M это весьма мощная видеокарта, процессор здесь уже не играет большой роли, все равно в нее все упирается. Вот в моделях, где 2,980M или когда будут десктопные карты в ноутбуке ставятся, они уже сейчас устанавливаются, где будет 980 стационарные, вот там процессор уже будет играть большую роль. А сейчас, особенно вот то, что там 3,7 ГГц, 3,6, 3,5, это не так критично. Повторюсь, здесь есть особенность, переключаем ноутбук в спортивный режим и у нас вот будет не 2,7-3,6, а у нас будет стабильный 3,7 ГГц. Но док у меня не перегревался, держал, в общем-то, вот эти 3,7 ГГц. Единственное, когда я делал стресс-тесты мои очень жесткие, там температурки уже пошли вверх и он уже 3,7 не смог удержать. В общем и целом, я не могу сказать, что 6-тысячная серия процессоров, это прям прорыв, за ней нужно гнаться. То есть, вот по сравнению с видеокартой, там если 970, потом 980M это производительно значительно увеличится, то не стоит бояться 5-тысячных, например, 4-тысячных процессоров, не в них дело, то есть все дело все-таки в видеокарте. От того, что вы переплатите и возьмете ноутбук не с 5-тысячной серии процессоров, а с 6-тысячной, никаких кардинальных особенных изменений не будет. То есть, только если бюджет позволяет, если действительно хочется. Немножко посмотрим на клавиатуру рабочую область, на всякий случай напомню. Здесь вот у нас красивая наклейка о том, что у нас Skylake процессор 6-го поколения. Область вокруг клавиатуры у нас алюминиевая. Сама клавиатурка от SteelSeries, очень приятная, отличная. Клавиша переключения видеокарт, для этого требуется перезагрузка, NVIDIA Optimal здесь не работает. Дополнительный режим охлаждения, турбо режим. Клавиша для вызова X-Prix системы, это для стриминга, для записи. И последняя клавиша меняет подсветку по разным пресетам. Тут несколько зон подсветки, можно для каждого назначать свой цвет, все это я уже рассказывал. Все это круто выглядит, клавиатура от SteelSeries действительно хороша. Ну, тачпад, понятное дело, с двумя дополнительными клавишами, то есть полностью все как в GT72. Температуру рабочей области под большой нагрузкой я также померил. Область запястья абсолютно прохладная, 41 градусов, не смертельно совершенно в центре. Вот такие вот результаты в стресс-тесте. Это даже не турбоохлаждение, 80 градусов на пике, то есть он не перегревается. Но, как можно видеть, он 3,7 ГГц все-таки не выдерживает, до 3,2 он спускает. Теперь про время автономной работы. Время автономной работы здесь не очень большое, я тестировал с включенной видеокартой NVIDIA. 2 часа 20 минут он проработал, ну и на дискретной графике будет в районе 4 часов. Итак, что я скажу в итоге по поводу MSI GT72S в инфигурации 6QE. Ну, клавиатурка, как всегда, отличная. Все здесь хорошо, отличный, сочный звук от Dain Audio. Присутствуют дополнительные фишечки в виде турбо-режима охлаждения, например, который здесь особенно не нужен, потому что он не перегревается. Есть G-Sync Pro, который я уже рассказывал, которая штучка, конечно, хорошая, но все еще пока предмет роскоши, я бы так сказал. Что касается производительности, то здесь все как было, отлично так и осталось. 980M видеокарта отлично вытягивает современные игры. А что касается нового процессора, да, он, конечно, мощный, особенно учитывая вот эту функцию турбо-режима, когда до 3.7 ГГц это взлетает, но это не критично для современных ноутбуков. То есть видеокарте 980M не сильно нужен какой-то супер мощный процессор, она неплохо раскрывала себя и на предыдущих моделях. Напомним, что в нашем ноутбуке 16 ГБ памяти DDR4 уже, теперь уже DDR4. Максимальный объем 64 ГБ, 4 слота пользователя доступны. Также доступны 4 слота M.2 для твердотельных накопителей, в нашем случае заняты 2 SSD-шками по 128, объединенными в нулевой рейд. И для хранения данных там 1 ТБ жесткий диск со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту. Также напомним, что в этом ноутбуке присутствует суперпорт USB 3.1 Type-C. Ну а теперь о грустном о стоимости. Модель из обзора стоит аж 180 тысяч рублей. Спасибо всем за внимание, до новых встреч! Пока!